Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапрегион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Желаю помощи Божьей, терпения, силы, чтобы пасхальная радость была, чтобы с радостью трудиться. Аксио Санапчанам, заслуженным в миру. Епископ Новороссийский и Геленджикский феогност вручил награды от Русской Православной Церкви. На сегодняшний день перевозчиками уже оснащено порядка 100 автобусов. Доступная среда на транспорте. Люди с ограниченными возможностями здоровья совместно с представителями городской администрации проверили автобусы и остановки. Призвай всех пойти и каждый внести свою лепту. Все на субботник. Общественники призывают анапчан навести порядок в родном городе. Работы по благоустройству не останавливаются ни на день. Установившаяся на курорте теплая и сухая погода дает карт-бланш коммунальщикам и дорожникам. По поручению главы Анапы Юрия Полякова набережную проинспектировали его заместителя вместе с городскими службами, ответственными за содержание главной прогулочной зоны. Своей очереди на благоустройство ждет тренажерный сквер. Юрий Поляков поручил не дожидаться решения суда, а убрать с глаз отдыхающих торговый ряд. Добрый день, откройте по нас. А вы это арендовали? Да. Вот они вас обманули, вы не сможете торговать. Почему? Потому что мы сейчас будем здесь устанавливать заборы, там муниципальная территория. В течение недели Ремстрой должен установить ограждение, затем придет черед новых тренажеров. Причем о планируемых работах собственник санатория «Маяк» был предупрежден. Леонид Владимирович, от этого дерева замеряем и пошли до конца ралет. Все это замерили. И скажите мне завтра цифру, сколько нам нужна металлопропилля, и все. Дороговать без разрешения на муниципальной земле плохо. Это незаконно. Поэтому имейте в виду, вас обманули. Мы будем сейчас устанавливать здесь металлопропилля и большой забор. А здесь поставим эти самые тренажеры. На улице Ленина продолжается капитальный ремонт дороги. Спецтехника также вышла на улицы Самбурово и Шевченко. Продолжается монтаж ограждения. Уже пройден участок свыше одного километра. На набережной, но только ниже яруса, тоже есть где приложить усилия. Отдыхающих здесь всегда много. Буквально за пару недель надо навести чистоту, обновить элементы благоустройства и освещения. Сегодня мы на Нижней набережной общались с нашим бизнесом и попросили их подготовиться к курортному сезону, привести в соответствие все свои объекты, навести порядок везде, где есть грязь, вычистить ее, убрать, помыть лестницы, спуски все к набережной сюда вниз. Значит, поменяем однозначно здесь урны новые красивые поставим и планируем новое освещение сделать к курортному сезону. Подготовка к курортному сезону находится на особом контроле главы города-курорта. Анапчане, заслуженные в миру, получили награды от Русской Православной Церкви. От имени Патриарха их вручил епископ Новороссийский Геленджикский Феагност. Сегодня он побывал в нашем городе и отслужил Божественную Литургию. Так, преосвященнейшего феагноста встречали в храме святого Ануфрия Великого, в старейшем Ванапе. Архиерейский визит по случаю Светлой Седницы, недели следующей за Пасхой, воскресением Христовым, главным христианским праздником. Центральное событие – Божественная Литургия. В своей проповеди епископ Новороссийский Геленджикский призвал впустить Христа в сердце. Тогда в нем не будет места для зла. Привел в пример Серафима Саровского, Сергия Радонежского и других праведников. Воскресение Христова он назвал праздником праздников и торжеством из торжеств. День, когда физическая смерть перестала быть концом бытия. Христов с воскресеньем! Христов с воскресеньем! Слышите это в ответ. Праздник вас поздравляю. Благая весть, которую несли апостолы в мир, Андрей Первозванный, на территорию современной России. Здесь ее приняли и сделали неотъемлемой частью культурного и цивилизационного кода. Аксиос в переводе с греческого означает «достоин». Предпринимателю Федору Янишогла и Вере Севрюковой, заслуженному врачу России, одному из ведущих экспертов в стране по вопросам санаторно-курортного лечения, вручили медали, посвященные столетию восстановления патриаршества. Это произошло в 1917 году между Февральской и Октябрьской революциями. После реформ Петра Первого в церковью управлял Синод. Его члены назначались императорами, а руководил собранием государственный чиновник, оберпрокурор. По словам Феогноста, отношения власти и церкви тогда были сложнее, чем принято считать. Сегодня же их можно назвать конструктивными. Пожелание помощи Божией – это очень сложный. Крест, крест-руководитель – это очень сложный крест. Тем более, учитывая, что город-курорт Анапа – это очень привлекательный курорт. Желаю помощи Божией, терпения, силы, чтобы пасхальная радость была, чтобы с радостью трудиться. И понимать, что ты делаешь ради Христа. Люди бывают благодарны, бывают неблагодарны, бывают понимания, бывают непонимания людей. Потом проходит время, там говорят, надо же, он какой молодец. Мы тогда сразу не поняли. Проходит, но это десятилетия, человека уже нет, он уже ушел. Конечно, кажется, у каждого хочется, чтобы это при жизни, чтобы поддержали те начинания добрые, которые есть. И поэтому и благословляю, и желаю помощи Божией, терпения, сил, рассудительности. Это для того, чтобы нести это очень высокое, очень ответственное, очень сложное служение руководителя города. В Анапе православная церковь часто становится не только участником, но и организатором социальных, а также культурных проектов. Среди них фестиваль звонарей «Благовесту моря», который постепенно становится одной из визитных карточек города-курорта. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. В Анапе начался мониторинг общественного транспорта, решение о котором было принято на заседании Совета по делам инвалидов. Пока обследовано два городских маршрута. Рабочая группа на практике проверила комфортабельность низкопольных автобусов, а также доступность остановок и пешеходных переходов для маломобильной категории граждан. В Анапе проживает свыше 70 инвалидов-колясочников. Для передвижения по городу многие пользуются общественным транспортом. Низкопольные автобусы работают на четырех маршрутах. Они приспособлены для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, а также колясок с детьми. Рабочая группа проверила автобусы на удобство передвижения, наличие электронного табло и высоту подъемного пола. По словам комиссии, серьезных нарушений выявлено не было. А все недочеты можно исправить в ближайшее время. Стоит табло в автобусе, а остановка, ну, не объявляется. Звуковой объявляется остановка, а для глухих, получается, там должна строка бежать, какая остановка. Это не для того, чтобы кого-то критиковать. Нам нужно понять, что не так, в общем-то, потом собраться за круглым столом, понять, кто что будет делать, и в дальнейшем все это устранить со временем. Большую часть ремонтных работ предстоит провести на остановочных пунктах. Управление ЖКХ намерено продолжить реализацию программы «Доступная среда», в рамках которой предусмотреть необходимые работы. Отдел по транспорту, в свою очередь, работает с перевозчиками, чтобы те делали свою услугу доступной для всех анапчан. В критерии оценки перевозчиков включены требования по оснащению автобусов пандусами, то есть для беспрепятственного заезда инвалидов-колясочников, установку автоинформаторов с бегущей строкой для информирования слабовидящего и слабослышащего населения о автобусных остановках и маршруте следования. Например, на сегодняшний день перевозчиками уже оснащено порядка 100 автобусов. Это был первый рейд. В планах рабочей группы провести проверку всех маршрутов с низкопольным транспортом в течение месяца. Под контроль попадут и автобусные остановки. Все недочеты и предложения будут внесены в план работ ЖКХ. Никита Бойко, Ксения Сипко, Руслан Душевский, Анапа-регион. С сегодняшнего дня начинается отключение жилых домов от отопления. В последнюю очередь тепло перестанут подавать на объекты социальной сферы и учреждения культуры. Впрочем, при необходимости отопительный сезон для отдельных детских садов и школ может быть продолжен. Несколько образовательных учреждений обратились с такой просьбой в теплосети. В заповеднике Утриш к предстоящему сезону разработали три туристических маршрута. Можно будет воочию увидеть природные памятники, узнать про флору и фауну. И, наконец, просто прогуляться, отложив на время пляжный отдых. Вверх, потом вверх, потом снова вверх. Это самая сложная часть, а сам маршрут, который начинается в поселке Большой Утриш, в заповеднике рекомендуют тем, кто готов, пусть и к умеренным, но вполне физическим нагрузкам. По пути и достопримечательности. Одна из них – можжевельник, которому около 500 лет. Через 600 метров привал, на котором участникам рассказывают про обитателей, а также растительность заповедника. Экскурсоводы – волонтеры серебряного возраста. Они прошли специальные курсы. Татьяна Лебедева на маршруте впервые. Она рассказывает про то, как сформировался Утришский разлом или, как его еще называют, каньон. Вообще, вот это вот наблюдать красиво со стороны моря. Когда вот идешь, особенно если на катере, то видно вот это моноклинальное залегание, когда все вот эти складочки уже не так вот будут, а вот так вот, раз, и все уходят в море. Еще хочу сказать то, что мы видим здесь на поверхности, еще 50 метров уходит на глубину. То есть вот такой вот оползень. И на сегодня сохраняется здесь высокая сейсмоактивность. То есть предполагается, что может быть землетрясение до 8 баллов. На экскурсии московские школьники. Аида и Ольга, подруги «Не разлей вода», живут в Москве. Учатся в классе, где дают дополнительные знания по химии и биологии. И специально перешли из других школ. Ольга мечтает стать врачом, а Аида – биологом. Здесь на практике. Приехать на Мутриш порекомендовали на биологическом факультете МГУ. Посмотрели на можжевельник, посмотрели на ящерицу, которая мимо пробежала. Но она была очень интересная. Жаль, что она так прям быстро нырнула куда-то в глубь леса. Да, понравился вид на каньон. Мне тоже очень понравился каньон. И это так захватывающе. Но также, да, очень много можжевельника. И мы увидели бы так близко. Это круто. Вместе с этим маршрутом с 20 мая откроются еще два. В Савину щель с посещением Грабовой рощи. А также вдоль морского берега к водопаду, который находится прямо на Галичном пляже. К моменту открытия пройтись по тропам можно будет самостоятельно, купив билет. Ряд будет маршрутных указателей, лавочек, беседок, ограждений для более безопасного прохождения этого маршрута. Стоимость билета на согласование в Министерстве природных ресурсов. Первопроходцы же, юные биологи, вернутся домой с фотографиями и новыми впечатлениями. Александр Ребека при техническом содействии заповедника Утриш. В Анапе продолжаются весенние полевые работы. Это весной сельскохозяйственное предприятие наметили посеять яровые культуры на площади 10800 гектаров. Анапские аграрии уже завершили второй тур подкормки озимых зерновых культур. Полностью завершена и обработка озимых культур гербицидами по злаковым сорнякам. Уже посеяны гороха, яровой ячмень, еще предстоит закончить посев горчицы, многолетних трав, нута и сои, а также однолетних трав и льна. В крестьянско-фермерских хозяйствах на площади 505 гектаров запланирован сев овощей. Уже приобретены семена и для более поздних посевов таких культур, как подсолнечник, кукуруза, сорга. Для весеннеполевых работ планируется использовать 156 тракторов. Также агропредприятие проводит работы в садах и на виноградниках, где завершена обрезка насаждений на всей площади. Этой весной посажено 75 гектаров виноградников. Анапа продолжает принимать активное участие во всекубанском месячнике по благоустройству. Он стартовал 30 марта по распоряжению губернатора края Вениамина Кондратьева. В эти выходные напчане снова выйдут на улицы города, чтобы очистить детские площадки, парки и мемориалы, а также высадить деревья. Общественники призывают всех жителей принять участие в наведении порядка в городе. И не только призывают, но и собственным примером демонстрируют, как это надо делать. Здесь всегда цветут вишни. И все знают о напчане, что эта сторона наша всегда как вишневый сад. На первом субботнике жители дома по улице Крылова высадили 25 молодых вишен. Территория двора с прилегающим участком земли более 6000 квадратных метров. Особое внимание на зеленые зоны – клумбы, полисадники, деревья. По словам председателя ТОС, их двор утопает в цветах круглый год. За такой красотой нужен тщательный уход. В рамках Всекубанского месячника по благоустройству жители дома уже убрали весь сухостой и выкосили траву. Я, конечно, с удовольствием смотрю, как преображается весь город. Благодаря всем неравнодушным людям молодые мамы вышли, навели такой порядок, все выкрасили, все. Это говорит о чем? О том, что сознание людей уже больше. Поэтому я призываю всех, вот у нас в субботу будет субботник по уборке пляжей, именно за Орехово-Рощей. Я призываю всех пойти и каждый внести свою лепту. До конца апреля жители дома планируют закончить оформление вишневого сада и воплотить в жизнь идею цветочного вальса. Всекубанский месячник чистоты продлится до 30 апреля. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-Регион. Самое грандиозное событие года для всех библиотек страны – Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» состоится 21 апреля. Темой культурной акции в этом году станет «Магия книги», поэтому все библиотеки постараются внести в действие нотку волшебства. Насыщенные программы понравятся и детям, и взрослым. Пройдут встречи с писателями, книжные выставки, игры, кинопоказы, мастер-классы, театральные постановки. Юных любителей приключений ждут «Библио-сумерки». Центральная библиотека приготовила программу «Город ценителей книжного слова», которая начнется в 17.30 ярким выступлением Духового оркестра «Анапа» под руководством Валерия Степанова. Все библиотеки «Анапа» готовятся к «Библионочи» с вдохновением и энтузиазмом, ведь для них это замечательная возможность привлечь новых читателей. У каждой свое расписание и наполнение этого волшебного вечера. Подробнее можно ознакомиться на сайте, указанном на экране. Далее прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – компания «Трансстрой». Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый. Зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93. 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 12 апреля в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов, ночью прохладнее – 12 выше нуля. Ветер северо-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 8 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова